Добрый вечер, в студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Наступило время для принятия непростых, но судьбоносных решений. Если честно, я совсем не ожидал, что мир в этом вопросе может разделиться пусть и не пополам, но все же. А вопрос звучит так. Вводить ли жесткие ограничительные меры карантина, несмотря на колоссальный ущерб для экономики, или подождать? Для России и нашей республики так вопрос уже давно не стоит. У нас введены достаточно суровые меры изоляции, чтобы сохранить жизни людей. Сейчас наступило время ответственных и выверенных решений внутри каждой отрасли, каждой отдельной организации и предприятия. Распространение коронавирусной инфекции повлияло на работу предприятий не только в России, Татарстане, но и во всем мире. В условиях большой неопределенности предприятия не могут нормально планировать свою производственную деятельность, что сказывается на товарно-сырьевых потоках. Нарушены практически все логистические цепочки. С другой стороны, в период летальной угрозы у людей меняются приоритеты. Люди предпочитают не тратить деньги на дорогостоящие товары вроде автомобилей и вынуждены думать о самосохранении, что привело к сокращению спроса на автомобили. На автоиндустрию приходится в среднем 25% шинного спроса. Оказавшись в ситуации, когда сокращается спрос на продукцию, шинные компании по всему миру тоже начали временно останавливать свои производства. На сегодняшний день в мире остановлено более 110 шинных заводов суммарной годовой мощностью производства почти 500 миллионов шин разных типов. Остальные шины из завода работают на пониженных нагрузках. По оценке экспертов, это приведет к сокращению мирового спроса на синтетический каучук на 1,5% в текущем году. Кроме каучуков, спрос находится под угрозой снижения на другие виды нефтехимической продукции. Прослеживается отчетливая тенденция падения цен и спроса на пластики и сырье для их получения. Нижнекамск нефтехим также остро почувствовал сокращение спроса в сегменте синтетических каучуков. Приостанавливаются отгрузки каучуков в адрес шинных компаний, сокративших свое производство. Нарушившаяся логистика ведет к затовариванию складов предприятия. В этой связи ПАО Нижнекамск нефтехим принимает все необходимые меры по сохранению производственного потенциала и коллектива. Кроме того, огромная работа ведется по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Мы сможем увидеть и показать вам, как эти решения не просто принимаются, но и притворяются в жизнь на примере компании Нижнекамск нефтехим. Смотрите сегодня в реальной экономике. Самое главное в обстановке – это люди. У вас работают уникальные специалисты и заменить нефть. Не снижая темпов и в режиме усиленного контроля, работу Нижнекамск нефтехима в условиях новой реальности оценил президент Атарстана Рустам Миниханов. Антисептики от Нижнекамск нефтехима. В Нижнекамске собираются приступить к выпуску как никогда востребованных дезинфицирующих средств. К сожалению, многие стратегические для Татарстана отрасли и компании, тот же Нижнекамск нефтехим, вынуждены работать в новых реалиях. В условиях, когда идет снижение спроса на всю линейку, выпускаемой нашими нефтехимиками продукции. Только один пример. Из-за пандемии уже объявили о временной остановке производства крупнейшие производители шин. Это тяжелый удар по нефтехимическим компаниям, особенно тем, что выпускают синтетический каучук. А для нижнекамцев нефтехима это, напомню, основная экспортная позиция. Впрочем, в сложных условиях главное сохранить коллектив и работоспособность. Нижнекамцам это удается. Во многом благодаря тому, что есть поддержка со стороны акционеров компаний и руководства республики. В конце прошлой недели президент Атарстана Рустам Миниханов побывал на стратегически важном для экономики республики предприятий. Подробности прямо сейчас. Визит на Нижнекамск нефтехим Рустам Миниханов начал с завода из Апрена Мономера, где президенту доложили о том, как работает производство в условиях пандемии. Отдельно остановились на мерах профилактики, в том числе рассказали о технологии бесконтактной пересменки, которая позволяет полностью исключить возможность заражения опасным вирусом. На заводе этилена Рустаму Миниханову показали, как работают новые печи пиролиза. В результате этой модернизации Нижнекамск нефтехим нарастил производство этилена и полипропилена до рекордных значений. Мы даже увеличили производительность завода по этилену, пропилену, также дивинил, бензол. Те продукты, из которых мы в дальнейшем получаем и полиэтилен, полипропилен. Задача на перспективу строительства нового этиленового комплекса, который позволит фактически удвоить мощности Нижнекамск нефтехима и обновить всю линейку выпускаемой продукции. Рустаму Миниханову показали макет будущего комплекса. На закрытой смотровой площадке генеральный директор Нижнекамск нефтехима Айра Цаффин показал и рассказал президенту, как идут подготовительные работы на масштабной стройке. Рустам Миниханов обещал оказать Таифу и Нижнекамск нефтехиму всяческое содействие. Такую стратегически важную для страны стройку нельзя останавливать. Президенту доложили, что пока все работы идут в соответствии с графиком. В условиях пандемии коронавируса Нижнекамск нефтехим не остановил производство, а внеся необходимые корректировки в работу, перешел на особый режим. Все вахтовые автобусы проходят усиленную антибактериальную обработку. Для этого предприятия закупило специальное оборудование. На Нижнекамск нефтехиме созан оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На видеосвязи с Рустамом Минихановым руководители крупнейших подразделений нефтехимического комплекса Татарстана. Все объекты и стратегически важные для страны заводы работают в штатном режиме стабильно и поступательно. Рустам Миниханов поблагодарил нефтехимиков за самоотверженность и работу с полной отдачей, а также терпение и пожелал сохранить настрой. коронавирус. Нормально и стабильно работают предприятия. Это самое лучшее настроение, что может быть. Несмотря на наши постоянные призывы оставаться дома, сохранять режим самоизоляции, есть организации, предприятия и сотрудники, которые в этот трудный период обязаны работать. Хочу еще раз подчеркнуть, обязаны. Это не бравада или какое-то сумасбродство с нашей стороны. Просто жизненная необходимость. Республика, страна в целом должны сохранять жизнеспособность, рабочий тонус, который обеспечивают сотрудники непрерывно действующих предприятий и организаций. Тем более, когда речь идет о таких стратегически важных для страны предприятиях, как Нижнекамск, нефтехим. И здесь понятно, что работа в условиях пандемии, она не может продолжаться в прежнем, обычном режиме. Это совершенно особый режим с повышенной ответственностью и контролем. Причем как со стороны работодателя, так и со стороны самого работника. Как это все работает на практике в нашем репортаже. Гульшат Кашаева на удаленной работе уже неделю. Сменить офисную обстановку на домашнюю не составило никакого труда. Ведь под рукой есть все самое необходимое. Телефон, документы и компьютер. Все хорошо. У нас обед по расписанию, как и на работе. Дети дистанционно обучаются. Так что мне очень удобно с одной стороны. Я их могу и накормить в обед как бы все это. А вот Оксана Ахметьянова буквально на днях начала осваивать удаленную работу. С утра подъем, как обычно. Ведь каждому нужно успеть на свое рабочее место. На удаленную работу мы перешли с 6 апреля. Это было, конечно, для нас неожиданно. Но, тем не менее, мы смогли настроить все необходимое свое рабочее место для того, чтобы непрерывно также продолжать свою деятельность. У Оксаны Сергеевны теперь обязанностей прибавилось вдвое. Это и успеть сделать свою работу, и проконтролировать дочек, которые также учатся дистанционно. На самом деле в этом нет ничего сложного, говорит она. Плюс удаленной работы, наверное, на данный момент, это то, что я нахожусь дома со своими детьми, которые также на дистанционном обучении сейчас с понедельника также находятся. Поэтому в этом плане, конечно, очень удобно, потому что они под контролем. Еще одна героиня уже неделю работает из дома. Гульнас Ислямова в связи с введенным особым режимом на предприятии также согласилась работать удаленно. Вся переписка и телефонные звонки перешли на сотовую связь. Немножко трудности были вначале найти сотовые личные номера, но с этим справились. То есть все работаем, все работает на связи. Гульнас признается, что работа из дома ничего не меняет. Поменялась только локация. А график остается прежним, как и ответственность. Оставить работу и полежать на диване – это точно не про нефтехимиков. Этого соблазна нет, потому что идет отгрузка. Машины не ждут. То есть если ты не сделаешь, отгрузка остановится. Наше предприятие беспрерывное, поэтому мы работаем также беспрерывно. На сегодняшний день на удаленном доступе работают порядка 50% дневного персонала компании. Каждому сотруднику предоставляется возможность подключаться через защищенный канал связи к своему рабочему столу. И, соответственно, он может с той же интенсивностью качественно выполнять свои профессиональные обязанности. Вообще это первый пример в истории, когда такое большое количество сотрудников переведено на дистанционный режим. Мы около полутора тысяч соединений обеспечили. Безусловно, были вопросы по технике. Был узкий канал связи, технические специалисты, службы подключались. Эти вопросы успешно решали и продолжают решать для обеспечения стабильной работы всего акционерного общества. Нижнекамск-Нефтехин еще больше усилил меры борьбы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Компания взяла на себя обязательства по обработке остановочных павильонов города. Ведь именно с остановок общественного транспорта более 130 вахтовых автобусов по 11 маршрутам ежедневно забирают нефтехимиков и доставляют до места работы. Остановочные павильоны города обрабатываются в ночное время. Когда на улицах Нижнекамска царят тишина и покой, два специальных автомобиля опрыскивают остановки общественного транспорта особым дезинфицирующим раствором. Крытые павильоны сотрудники в защитных костюмах, вооружившись пульверизаторами, обрабатывают вручную. Обработке подвергается буквально каждый сантиметр. К слову, большое внимание уделяется дезинфекции автобусных остановок и на территории предприятия. Для того, чтобы обработать дорожно-уличную сеть, уходит порядка 80 кубов дезинфицирующего раствора. Все эти профилактические меры в значительной степени позволяют снизить риск заражения сотрудников Нижнекамскнефтехима коронавирусной инфекцией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так и живем. А сейчас я возвращаюсь домой к своей семье. Субтитры создавал DimaTorzok И все эти меры, которые предпринимаются сейчас на предприятии, что радуют, воспринимаются всеми работниками адекватно с пониманием. Не нужно уже сейчас объяснять, почему те же маски нужно одевать везде и на улице, и на работе. Обеспечить всех этими средствами защиты задача для администрации, с которой она успешно справляется. Ну а на Нижнекамск нефтехимии пошли дальше. Сейчас предприятие совместно со своей дочерней компанией Полематис решает куда более масштабную задачу. Как обеспечить одноразовыми масками всех жителей республики. В пятницу 10 апреля в международном аэропорту Казань встречали специальный борт. Крупнейший в мире грузовой самолет «Руслан» доставил в Казань из Китая медицинские и бытовые маски, и высокопроизводительное оборудование для масочного производства. В том числе одна из линий была специально закуплена Нижнекамск нефтехимом. Уже на следующий день на дочернем предприятии ПАУ Нижнекамск нефтехим компании Полематис приступили к работе по пусконаладке автоматизированной линии. В первую очередь мы будем обеспечивать работникам группы компании ТАИФ, а также те, кто сегодня находится на передовой, медиков, ГИБДД, все, кто связан именно с прямым контактом с людьми. Смонтировали линию в сжатые сроки. Уже в понедельник, 13 апреля, она заработала на полную мощность. Почему именно на Полематис спал выбор в качестве базы для установки такой линии? Ответ очевиден. Компания на сегодня один из крупнейших в России производителей нетканого материала, из которого изготавливают в том числе медицинские маски. Еще одно неоспоримое преимущество – близость к источнику сырья. Полипропилен – ценнейший нефтехимический продукт поступает напрямую от производителя Нижнекамскнефтехима. Самый популярный, востребованный пластик и не зря, потому как сфера применения практически безгранична. Это и мебельная промышленность, и текстильная, и строительство, и сельское хозяйство, и, конечно, медицина, что сейчас особенно актуально и востребовано. Производительность линии – 2,5 миллиона масок в месяц. Все они пойдут на нужды республики и ее жителей. Работу по обеспечению людей средствами защиты на Нижнекамскнефтехиме начали заранее. Еще до закупки линии в компании стали распределять ценный материал по работникам предприятий, находящимся на удаленном режиме работы и имеющим навыки шитья. Мне позвонили и попросили помочь в изготовлении одноразовых масок. Я, конечно же, сразу согласилась. Руководством ПАО было принято решение о выделении администрации города Нижнекамск нетканого материала более чем на 100 тысяч масок, а также для Камско-Полянского неврологического диспансера материала более чем на 5 тысяч масок. Медицинские маски в количестве 6 тысяч штук, изготовленные сотрудниками Нижнекамскнефтехима, работающими на удаленной системе, теперь будут выдаваться и пациентам городской больницы. Люди, которые приходят к нам в больницу, каждый, если оденет масочку, он сбережет сам себя от заражения. И второе, медицинский работник не получит никакой инфекции. Эти маски, конечно, распространяются в первую очередь работникам Нижнекамскнефтехим, ветеранам, а также сотрудникам социальной миссии, которые часто контактируют с большим количеством людей. Соблюдение всех мер предосторожности, самоизоляции, ответственный подход во всем, что касается мер профилактики. Мировой опыт показал, что в таком деле, как борьба с эпидемией, не может быть вопросов второстепенных, менее значимых, не может быть мелочей. Нам уже не надо дополнительно объяснять, что соблюдать дистанцию – это необходимо. Носить маску – это важно. Это касается и такой меры, как дезинфекция любых поверхностей и рук. Нефтехимики и здесь готовы внести свою лепту в борьбу с распространением коронавируса. Компания Нижнекамскнефтехим сейчас работает над освоением выпуска дезинфицирующих средств собственного производства. Антисептик для рук Антисептик для рук или по-другому санитайзер – тип дезинфицирующего средства. Всего несколько капель такого средства достаточно, чтобы убить болезнетворные микробы на коже рук. Сегодня, в это непростое время, когда качественных антисептиков днем с огнем не найти ни в аптеках, ни на прилавках магазинов, компания Нижнекамскнефтехим пришла на помощь. Принято решение освоить производство стопроцентного дезинфицирующего средства. Жизнь вносит коррективы во всё, в том числе и в производственную программу, и Нижнекамскнефтехим всегда славился тем, что мог меняться под изменяющиеся реалии жизни. Совместно со специалистами НТЦ, специалистами нашего управления, было, ну, скажем так, проработано большое количество научной, медицинской документации. Сотрудники научно-технической лаборатории разработали собственную рецептуру будущих антисептиков, строго следуя при этом нормативам Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день проводится работа с документацией, разработаются исходные данные, и в ближайшее время, я думаю, что наш продукт увидит свет. Была командная работа, из отдела три человека делали, выполняли, и в связи с этим так быстро получилось. Плюс то, что использовалось на базе существующего узла, то есть оборудование практически было существующее, буквально там небольшой добавить один насос, и это очень ускорило процесс. Любая продукция обязательно подлежит контролю, в том числе и антисептики. И для того, чтобы подтвердить, что полученный нефтехимиками санитайзер является настоящим дезинфицирующим средством, он сейчас проходит государственную регистрацию в федеральном органе Роспотребнадзора в Москве. В настоящий момент все эти документы, паспорт безопасности ушел на регистрацию. После получения государственной регистрации мы можем легально, спокойно выпускать дезинфицирующие средства. Есть компании, которые также взялись за выпуск антисептиков, но пошли они другим путем. Свою продукцию они зарегистрировали как парфюмированное косметическое средство. Это сделать проще, регистрация проходит быстро, все экспертизы делаются в пределах Татарстана. Быстро получаешь разрешение и пускаешь в производство. Они могут предлагать данное средство как очищающее средство для рук, но без области применения, что это именно как дезинфекция рук. Если они укажут слово дезинфицирующие средства именно для дезинфекции рук, то это будет неправильно, это будет введение потребителя в заблуждение. Разработанный нефтехимиками антибактериальный раствор – это не парфюмерно-косметический антисептик, а настоящее, медицинское, губительное для вируса и безопасное для человека средство, на производство и применение которого нужно немало разрешительных документов. Поэтому вместо неоправданной спешки Нижнекамск нефтехим решил пойти правильным путем и зарегистрировать свою продукцию как полагается. Репортаж подготовлен при содействии нефтехим-медиа. В этот период пандемии сложно и трудно всем. Но есть категория людей, которым все же труднее, и поэтому наша обязанность позаботиться о них дополнительно. Все-таки пандемия коронавируса – это вызов, который проверяет на прочность людей, а также их человечность и ответственные отношения к профессиональным обязанностям. В ПАУ Нижнекамск нефтехим всегда с особой заботой относились и относятся к своим ветеранам. Тем более ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. К одиноким и людям с ограниченными возможностями. А сейчас период, когда эту заботу, внимание нужно усилить многократно. Более 900 продуктовых наборов нефтехимики адресно разносят по своим подопечным. Подробности в нашем следующем материале. Почетная миссия «Навестить ветеранов» доверена молодым активистам Нижнекамск нефтехима. Внимание от родного предприятия всегда приятно, тем более, когда оно от чистого сердца. Здравствуйте, Надежда Григорьевна. Я дюймс нефтехим. В состав набора вошли крупы, макаронные изделия, сыр, подсолнечное масло, чай, сладости, мясные и хлебобулочные изделия. Словом, все самое необходимое. Вручают пакеты, соблюдая меры предосторожности, надев медицинские маски и перчатки. Безопасность превыше всего. Маски также вручили каждому из ветеранов. В свой адрес нефтехимики услышали много добрых слов благодарности. Безусловно, в такое сложное время любая поддержка очень важна для пожилых людей. Мне очень приятно, что сотрудники Нижнекантов и Теофит, это, как говорится, вспомнят о меня, где я работала много лет, там трудилась. Стоит отметить, ранее помощь от компании получили 120 ветеранов труда и тружеников тыла. Среди них трое участников Великой Отечественной войны. Мы подходим с этой целью, понимая, что люди находятся на самоизоляции и у них нет возможности выйти элементарно за продуктами. Может, есть, но не у всех. Таким образом, мы посещаем наших бывших коллег, сотрудников и помогаем, некую помощь оказываем. Если нужно привезти какое-то лекарство, они тоже так же к нам обращаются, мы по возможности им помогаем, оказывая помощь. Навестить нефтехимиков, находящихся на заслуженном отдыхе, отправились и руководители предприятия. Ветераны также получили свои продуктовые наборы, защитные маски и услышали много теплых слов. Рада была гостям Аниса Зинченко. 30 лет своей жизни женщина посвятила любимому предприятию. Каждый месяц чувствуем заботу химкомбината о нас, и мы очень довольны. Спасибо. В Нижнекамск нефтехимия помнит каждого сотрудника. А социальная поддержка, которая не зависит от времени года, от какой-либо знаменательной даты или других обстоятельств, это уже традиция, сложенная годами. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекморзин. Берегите себя и своих близких и оставайтесь дома. Удачи в делах и финансово благополучие. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин